Нижегородская торпеда Я очень доволен теми условиями, которые у нас были в Фюссене. Там было два льда, хороший отель с вопросом воспитаниями и организацией места тренировочных занятий не было, так что очень доволен местом сбора. И мы готовы идти в первую очередь, чтобы мы делаем максимально быстрее оборудование. Мы очень доволен, что готовы сделать предварительный заказ на место проведения следующего сбора следующего лета, как можно быстрее, поскольку это место хорошее и там достаточно много желающих участвовать. Так что это в ноябре, в октябре, в ноябре мы должны определиться, чтобы закончить. Ну, мы тестировали, может быть позиции, что мы делали с тестированием. И все тесты, которые были проведены, все значительно лучше, чем были в прошлом сезоне в то же время. Так что тренировочный штаб доволен теми результатами, которые команда показала в тестировании. И мы получили задачи, которые мы получили. И мы получили наши игры. И мы также получили структуру, структуру, структуру и структуру. И мы получили в результате, что мы получили в течение времени. Ну, что касается занятий, то мы подтвердили еще раз повторили нашу игру. То, что мы называем нашу игру и то, что тактическое лицо нашей команды. Значит, у нас было много единоборств, значит много было катания, то есть для того, чтобы ребята, как следует, значит, скоростная движение и выносивание движение. Так что все, что планировалось, все мы выполнили. Ну, и очень хорошо, что в завершении этого сбора мы провели товарищеский матч с командой Металлург. Магнитогорская игра, она показала, значит, в каком состоянии мы на сегодняшний день, над чем нам нужно еще поработать, что у нас получилось. То есть это очень полезно, как бы такое подведение, как бы тоже игровой тест матча. Кульминацией первого сбора стал первый контрольный матч, трансляцию которого осуществляла «Торпеда ТВ». Драматургия выдалась далеко не предсезонная. Поначалу радовались болельщики «Торпеда», которые есть и в Германии. Наши дважды вели с разницей в две шайбы. Михаил Варнаков и Дмитрий Макаров отличились в первом периоде, а Алексей Васильев – в начале третьего. Между второй и третьей торпедовскими шайбами в концовке второй двадцатиминутки вклинился гол Мазякина. Магнитогорская десятка удачно действовала на пятаке. И, несмотря на уже упомянутый гол Васильева, третий период прошел по уральскому сценарию. Богдан Потехин и Энвер Лисинг в пятидесятой минуте выровняли счет. А на пятьдесят восьмой Денис Платонов реализовал большинство пять на три. Последние полторы минуты нижегородцы отыграли с пустыми воротами, но атакуя в шестером пробить Георгий Гелашвили не смогли. Три-четыре так и закончили. Отметим тренерский поиск Кари Яланина. Он поэкспериментировал с составом от души. Из прошлогодних связок были сохранены только пара защитников. Маленьких плюс Хиетанин и Тюляпкин плюс Евсеенко. Ну, мы пелэтили lähtöön aika hyvin. Пуоли пелэя пелэтили, но я не знаю, что у нас еще нет. И, конечно, у нас еще есть пелэ. Мы начали матчу очень плохо и половину его провели хорошо. Но затем, значит, мы немножко сбавили свое движение. Магнитогорск, команда Магнитогорска, в общем-то, поменяла свое лицо в связи с евроамериканских тренерами. Они играли очень агрессивно, так что для нас это был матч очень полезный. Это понятно, что мы будем коконпановать и улучшать. И мы пытаемся, возможно, найти пары, 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 которые в будущем будут в руках. Но сейчас мы будем кокосать, мы будем понимать, мы будем смотреть на муну, и посмотрим, что они будут в руках. Мне не было ниже на них, что я чувствую себя очень хорошо. У меня новые игроки, Пико Ви, Коуса и Саст Ливити, были очень позиции. На этом этапе, как всегда, трениры пытаются найти лучшие сравнения. Это большой плюс, что сейчас я уже знаю игроков, команда, кто на что способен. Все-таки, естественно, мы сейчас хотим найти наиболее лучшее сочетание троек и пар защитников. Ну и поскольку у нас три новых игрока, счастливые, Коуса и Быков, значит, эти игроки произвели хорошее впечатление. Так что они усилили нашу команду, поэтому мы должны распорядиться тем материалом, который у нас есть, самым наилучшим образом. Тренировочный процесс торпеда возобновится с 1 августа. На втором этапе предсезонки, кроме положенных тренировок, также запланированы два товарищеских матча с Атлантом и участие в Кубке губернатора Нижегородской области. Ну и открытая тренировка 3 августа. Владимир Широков, Роман Кожура, Торпеда ТВ.